друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка life мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии а также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал там масса всего интересного спасибо моим зрителям моим ребятам мальчишкам девчонкам которые там создают такую отличную активность которые такие молодцы там всегда весело и очень интересно ну что ребята есть что обсудить что о чем поговорить посмеяться конечно же на ночь глядя как не без этого не для вот это именно да по этой причине я и выхожу в свой ночной эфир дабы мы с вами по пообсуждали посмеялись поговорили так скажем на сон грядущий хотя в принципе когда я выхожу у нас по москве практически всегда уже почти 12 ночи но многих моих зрителей уже так скажем раннее утро да ну что ребят честно скажу вы знаете вот эти моменты у меня вот поскольку сейчас живем за городом да вот папа думала сейчас наделаю роликов думала сейчас выложу еще вечером два ролика на уралочку один ночной один будет еще такой вечерний но не тут то было знаете насколько все это расхолаживает честно вам скажу да когда приезжают мои как раз таки да муж с работы и так далее начинаем тут усаживаться то одно то другое хочется посидеть на улице поужинать то там купаты то шашлычки то туда то сюда все это на свежем воздухе под пение птиц я выкладывала ребятам кто не смотрел да я в телеграм-канале выкладывала и наше славянское море и пение птиц шорс выложила и так далее вообще так классно ребят прямо знаете вот я могу сказать за себя я городской житель городской я человек комфорта я очень люблю комфорт я его очень ценю то есть для меня то есть я должна если я отдыхаю должна отдыхать вот прям вот прям вот все должно быть как говорится от и до да но здесь а вот мы приехали за город конечно здесь и дом отличный и природа просто шикарная у нас первая линия я говорю я прям вот этим моментом наслаждаюсь может быть да то есть да мы ездили за город да мы оставались там на день и на два но это другое где мы уже летом все решили основательно все вот уже вложив столько денег во все это как говорится остаться здесь и просто пожить это такой релакс мои уезжают с утра их провожаю ну благо здесь все близко 25-30 километров до города да я остаюсь с джейской мы тут и завтракаем на улице выходим и ролики свои я пишу тоже свои обзоры на улице это прям такой вообще вот прям вообще прям кайф самый настоящий поэтому ребят конечно это здорово здорово когда вот на природе да когда вот это слияние с природой какое-то прям для меня это если честно место силы самое настоящее я всегда об этом говорил что природа для меня имеет очень большое значение в общем ребят я хочу сказать огромное спасибо моим зрителям моим вот самым таким знаете хорошим добрым зрителям да опять же понятное дело когда я всегда благодарю я благодарю именно своего доброго зрителя я никогда не обращаюсь в этот момент и не имея ввиду конечно же моих хейтеров да или тех кто там постоянно пишет какие-то колкости гадости это пусть они оставят себе ради бога я благодарна тем людям которые составляют костяк то у меня как раз таки на канале которые постоянно вот в любой ситуации они всегда всегда рядом со мной всегда меня поддерживают всегда за меня радуются мне это очень приятно потому что мальчишки девчонки никогда не дадут соврать что если там кто-то там выставляет какие-то фотографии да но у нас такое более плотное тесное общение конечно в телеграм-канале потому что на ютубе это невозможно да а вот и я всегда радуюсь то есть если люди тоже куда-то там поехали отдыхают что-то купили дом квартиру приобрели что-то поменяли я всегда радуюсь за своих зрителей и мне очень приятно что у меня такие зрители рядом огромное вам всем спасибо всем здоровья счастья любви и всяческого благополучия ну что мои хорошие давайте перейдем куралки ребят я зашла и посмотрела на нашу красопеду телеграм-канале а там друзья мои наш олежа выложил коротенький шорт как всегда олежу забросили на заднее сиденье он сидит в салоне автомобиля и собственно все это дело снимает чувствует себя прямо вы знаете мне кажется какой-то красоткой прямо да вот красоткой самой настоящей прямо такой красоткой которым все завидуют наложили на уралку фильтр почему наложили потому что все очень просто потому что ребята подбородок сузили щеки стали в несколько раз меньше и пеликаний подбородок вот этот мешок пеликана пропал да там есть 2 и 3 подбородок но это абсолютно не то то что мы видим каждый божий день то есть это понятное дело что с фильтрами там поработали по программе очень хорошо зачем мне всякий раз хочется спросить зачем если мы ее лицезреем через день с подбородком да с этим мешком пеликана который висит у нее до причинного места вот эти вот щеки огромные да вот это талежа стоит во всей красе далее друзья мои уралка таки съездила и покрасили волосы вчера у меня спрашивали а чё у неё там там что-то с волосами но я написала что она до этого ходила и и подстригали окрасили ее в другой день короче и и покрасили нос ребят вот он ее так там вот сделал да так и фильтры там наложил я посмотрела на глазки глазки как всегда как щелочки вот эти знаете вот этим черным карандашом да и верхнее и нижнее века и так не идет у нее глазки какие-то мелкие поросячи вот этот нос как пятачок наверх прямо вот так вот дыбится да вот прямо лезет наверх и вы знаете вот это считает себя красопетой поет песню подпевает песню поет уралка все он все мои взгляни на меня ну видимо в надежде на то что сарафан сейчас друзья мои на нее взглянет тут видно сидит да за баранкой автомобиля как я всегда говорю как моя мама да я говорю по понятное дело мы какие-то естественно да берем от своих родителей от бабушек от дедушек от знакомых там от каких-то там соседей до родственников и так далее да как вот говорили еще крепче за шоферку держись баран вот это вот это вот в это в случае сарафана сто процентов потому что шофером его назвать сложно человека который не мог теорию сдать друзья мои полтора года это конечно очень сильно но он был способен на это да но это опять же говорит о том что человек девятнадцать лет прожил в россии почти 20 уже но ни черта не соображает ничего не понимает короче лад уралка там завыла на заднем сиденье сарафан наверное сидит крутит свою баранку и думает господи как же ты мне постылила бабка как же ты мне уже надоело да отвали ты уже от меня а лежа отвали просто ну а далее друзья мои она подпевает следующие слова если есть порох дай огня уралка пороха в пороховницах у него не осталось у него на пол шестого давным-давно потому что нам он рассказывал да про не до е про не до тра по полной программе это были его слова и только исходя из его оскорблений в сторону нас да в сторону тех людей в чью страну он к нам приехал так на минуточку я себе позволяю об этом говорить и позволяет об этом говорить все мои зрители да так вот друзья мои уралка хотела в этом шорте показать солнце мое взгляни на меня уралка солнце твое на тебя уже не посмотрит да так вот и если есть порох дай огня огня тоже не даст но хотя ты знаешь уралка если ты его накормишь какими-нибудь там опять же бобовыми да то он может тебе дать такого огня что вы потом в этой запердушке будете задыхаться уралочка ты знаешь это все чревато последствиями ты как-то все таки будь аккуратно в своих желаниях как известно желание имеет свойство сбываться желание мечты да да именно так и вы знаете вот я почитала там в комментариях это кстати мне все отправили в личку да потому что я крайне редко туда захожу я имею ввиду куралки вообще куда-то да я смотрю ее всегда как правило на ю тубе но вот последнее время стала смотреть ее здесь на дзене потому что у меня появилась такая возможность ну да ладно значит там написали комментарии вот под этим шорцем да сидит она вот эта всяко напатая они кому-то очень идут веснушки я ничего не хочу сказать но она сидит с этим поросячим носиком эти глазки щелочки вот эти злющие знаете глазюки которых практически не видно вот этими фильтрами всю ее сузили со всех сторон по полной программе это конечно ну вообще нечто и ей кажется что она прямо такая красотка по их поискать на самом деле ну ни о чем абсолютно ни о чем да я к тому что понимаете вот как-то она себя не видит наверное в зеркало а может быть и видит о чем я тоже иногда говорила и предполагала просто она считает видимо что все остальные идиоты и конечно никто ее реально не видит да и начинает рассказывать сказки сказки про какую-то зависть так вот и одна женщина написала там в комментариях под этим шорцем мол ну обычная баба обычная женщина написала на проуралку коих великое множество ну что вы думаете тут же хомячки самые вот эти вот такие отъявленные овчарки уралки понеслись да хотя какие не к черту овчарки шакалихи да вот такие вот шестерки шестерки хомячки понеслись встали на защиту уралки одна написала ребят у нее на секундочку я даже посмотрела я даже нажала на эту аватарку значит на аватарке значит у нее ее зовут михайловна на аватарке сидит значит девушка форме военных лет но так на минуточку это та михайловна которая защищает зигавантов я не стыдно нигде михайловна а уверенно слушаешь уверенно смотришь потому что вы здесь появляетесь еще раньше моих зрителей даже нисколько в этом не сомневаюсь вот и бегаете по моему каналу написывая всякие разные гадости с разных аккаунтов пытаясь меня как то как то я не знаю напугать еще что-то я говорю на меня вот эти моменты вообще не действуют я вообще абсолютно другой человек и все прекрасно все понимают но дело даже не в этом короче то что женщина там написала абсолютно обычная женщина написав про уралку да я бы еще сказала это абсолютно обычная женщина это еще мягко сказано и тут же вот эта михайловна написала а вы не заблудились а зависть плохое чувство алё гараж михайловна а твои деды и прадеды там не перевернулись в гробу учитывая что ты у себя на ави в телеграм-канале ставишь девушку форме военных лет тех самых а сарафан с уралкой и со своими дружбанами и рихой ее муженьком зиговали несколько лет назад именно по этой причине я была одной из первых уже больше кроме меня тех блогеров-обзорщиков нет которые начали ее обозревать ну они зиганули с 31 на 1 31 декабря на 1 января да под бой курантов под в новогоднюю ночь под речь президента и так далее я была одной из первых блогеров-обзорщиков которые кстати стали ее обозревать после этого момента еще были другие блогеры но они больше не снимают все остальные обзорщики пришли позднее но что я хочу сказать мне интересно михайловна у тебя там никто в гробу не перевернулся а тут и там выкладываешь у себя на аватарке девушку форме военных лет а сама при всем при этом защищаешь зигавантов а еще михайловна мне интересно зависть написала она плохое чувство ты там не заблудилась мне интересно а что должны были написать глядя на этого поросенка ниф-нифа наф-нафа и нуф-нуфа друзья мои вот эти глазки щелочки вот эти злющие глазки коих не видно нос пятачок да вот этот вот знаете мешок пеликаний который висит до причинного места какая зависть михайловна ну чтоб ты так выглядела или мама твоя или дочка твоя если уж ты считаешь что нормальные люди могут завидовать вот этому чуду юду это без слез не взглянешь ты нормальный человек скажет боже женщина ей надо идти к врачу срочно срочно хвататься браться за свое здоровье хватит вам уже писать про бабку в 200 кг с лишним которая в 54 выглядит на все 75 78 это уже ужасно это уже ужасно от вашего лицемерия уже честно просто воротит всех и тошнит и слава богу я очень рада что очень многие на канале уралки начинают открывать глаза конечно много новеньких которые приходят и не понимают да и а покупается на то что ее нас там гнобят за то что он там таджик а я за то что вот я толстая нет не за это я уже миллион раз говорила из-за чего и так далее ладно друзья мои далее далее с вами обсуждаем опять сегодняшний ролик уралки сарафана сарафан ползает по грядкам то на брюхи друзья мои то до карачках прямо по грядкам туда-сюда уралка в этот момент рассказывает про свои тяготы и невзгоды говорит ой мне так плохо спалось я прям вообще спала так плохо несколько часов спала ночь спала всего половину а потом знаете вышла тут на дачке на солнышко пригрелась глазки закрыла проснулась и понять не могу где я а где шафарчик ребят я в шоке вы знаете я вот чё смеюсь то я к тому что вот я сейчас вспоминаю да что я сейчас целыми днями одна может джейска здесь да пока мои уехали утром вечером соответственно приехали вот закрою окошко уже немножко прохладненько становится и конечно же сейчас у нас очень тепло у нас сегодня на солнце было плюс 25 плюс 28 там да и так далее то есть кайф красота и так далее я сидела и завтракала и обедала и да собственно тоже на улице и солнце прямо припекало так что я сидела даже в футболке но вы знаете у меня вот не было такого момента хотя тоже не высыпаюсь да периодически не высыпаюсь потому что потому что ну все равно как ни крути встаешь всегда рано вот ложишься тоже достаточно поздно у меня не было такого момента чтобы я заснула там улице уралка заснула на улице на даче и говорит я просыпаюсь и думаю а где я а где сафарчик ребят я не знаю это в каком состоянии надо быть чтобы проснуться на улице и думать а где это я а кто это я а где мой сарафан да муралка сарафан твой уже пошел наверное куда-нибудь гулять куда-нибудь как говорится с кем-нибудь ознакомиться подальше от себя пока ты там дрыхла проспала бы абсолютно все и дачку и сарафана и кур если бы они были своих растишек короче друзья мои олежа я так понимаю сегодня был пьян и нос в табаке как говорит судакова да зачастую но об этом мы сейчас еще поговорим она горит я ночь спала всего половину ой я прям так не выспалась ребят я не знаю но мне кажется мало людей вот честно я вот завидую людям по-хорошему да кто вот ложится вот так вот в девять-десять вечера спать и встают прям утром рано там в пять утра я не знаю нам в такое время никому не лечь никому не лечь утром как всегда не встать на вставать приходится потому что кому-то в школу кому-то на работу да кому-то всех провожать всех там завтраками кормить и в дорогу собирать и так далее это все понятно но дело даже не в этом но зачастую спишь и полночи ничего страшного и от этого как говорится еще до никому плохо не стало далее далее вы знаете уралка гогочит как лошадь и глядя на сарафана который в этот момент тоже начал смеяться она там потому что ему все давала цу и так далее она говорит все ржет блять вы не ослышались она именно так и сказал то есть сарафан там засмеялся потому что она там опять его доставала со своим бредом как и что надо сажать да ну там что он тупой что она тупая и она говорит на всеуслышание блогер ребят блогер влоговый блогер не обзорщик да а тут кто себя снимает показывает свою морду лица все грит ржет блять уралка а блять было говорить обязательно мне просто интересно ну сейчас я повторяю твои слова все ржет блять а это прям обязательно было говорить ну так опять же на минуточку а чё ему не ржать у него может быть уже истерический смех глядя на тебя дуру да хотя он такой же дебил но все равно ребят мне хочется спросить уралка ты пьяная ребят ну понимаете мне кажется что она явно нетрезвая сидела там потому что представляете проснулась я говорит проснулась я заснула говорит на даче на солнышке сидя на скамейке и думаю а где я а где сарафан это как надо было уснуть до такой степени что ты проворонила куда он пошел в смысле где я ты чё вообще куку у меня такой момент был когда вы только первый день переехали за город ребят когда я проснулась на следующее утро я смотрю понимаю блин насколько непривычно да что вот мы в новом месте в новом месте да ну когда ты на этой даче уже блин столько сколько себя помнишь там уже сколько она живет на белом свете столько у них это дача как нужно спросить где я да это серия где я кто я да что я и так далее где говорит сарафан зашибись ты спишь то есть я так понимаю на там что-то нажралась она скорее всего учета дерябнула и когда она вот это вот начинает говорить вот эти знаете маты из ее уст летят да причем опять же я говорю одно дело когда тебя не видят ты это говоришь это это тоже не есть хорошо да но бывает так иногда хочется для связки слов да бывает для полноты картины и так далее но когда тебя снимают когда тебя видят когда тебе все-таки уже достаточное количество лет должна другим показывать пример все горит ржет да она примерная жена мусульманина это ею восхищаются его родители это ей хотят отдать на воспитание хомячки чужого ребенка ребенка сарафана дочку которой есть родная мама я в шоке молодцы я понимаю друзья мои а лежа был пьян нажрался напился ну как всегда может обкурился может обживался там этого на свае вместе с сарафаном понятия не имею а я обратила внимание ребят на ту как они сажают деревья ребят это я в шоке как можно сажать деревья на расстоянии где нет даже расстояние вытянутой руки как можно их так сажать вот вы мне скажите обязательно вот просто скажите мне как так можно их сажать ведь они потом будут расти и они потом элементарно будут друг другу мешать ладно сарафан тупой мы уже поняли что у него там кроме лопаты и кроме одной коровы которую зарезали да по случаю там очередного там как говорится да когда собирались родственники у них там ни черта нет уралка то как вообще никогда ничего не видел ребят я в шоке о далее сарафан говорит это тоже матч мачеха матч мачеха знаете вот он как она повторяет за ней абсолютно все глупости матч мачеха садим да вместо сажаем да садим она говорит но нам же объяснили что это не матч мачеха это одуванчик мне интересно а ты такая тупая что в свои 54 года ты не знаешь разницы ты не знаешь как выглядят одуванчики ты настолько тупая ребят представляете ей даже не стыдно об этом говорить вообще не стыдно ну нам же сказали то есть а если бы тебе не сказали то ты бы даже и знать не знал ну да это действительно очень весело очень весело мне понравился момент как написали комментарии ребят написали уралки комментарии писали разные коменты по поводу где культиватор который был прошлом году наверное продали одна в коментах написала брату отдали и уралка колайкнула этот коммент ну да там послушать уралку они все отдали брат а еще помните как уралка а год назад врала по поводу того что они подарили пылесос сестре потому что у сестры двухэтажный дом им понадобился им нужен пылесос я еще тогда сказала стран вы с сестрой не общаетесь но пылесос сестре подарили это было конечно же самое настоящее вранье потому что и по сей день сестра с ней не общается и она не общается с сестру из-за сарафана так что никакому брату они ничегошеньки не дарили все продано на авито давным-давно о чем я уже говорила миллион раз в своих обзорах еще два года с половиной тому назад когда начала делать свои обзоры ребят ну что вот такой у меня получился обзор пишите что думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии всех целую обнимаю всем пока пока и конечно же до скорых встреч всем хорошего дня хорошего вечера всего самого-самого-самого наилучшего